ручей из которого я в апреле брала воду каждое весно обычно тут очень много воды и напрям журчит дальше за ним вот как раз эти деревья это был крут ну в принципе он и сейчас есть и ручей это своего рода речка потешка она вот идет туда и я в другом блоге на другую камеру говорила что там цвели цветы и я потом может быть даже сегодня может завтра туда прогуляюсь с камерой возможно даже с этой и засниму так как тут немножко в общем 10 тут у нас сколько у нас 60 кадров в секунду а на той камере 30 всего лишь на большом расширении я сейчас в очень сильных очках они обычные пространственные стекла вот и они как бы не флуоресцентные пардон не фотохромные но и я как бы в них не могу долго находиться и потому что солнце и вообще не очень сильно до меня не минус 7 с половиной но я и ходила чисто чтобы увидеть что это такое вот но в принципе я так и поняла это вижу это что это такое я надеюсь осталась я без велосипеда как я наверно уже говорила ибо у соседа он сломанный у нас тут тоже есть велосипед но он не в лучшем состоянии и я на нем давно уже как-то не могу ездить у нас вообще тут раньше был мостик дедушка делал и мы бегали вот детьми по мостику с ведрами за водой там были еще мазки такие на пруду лавочка он там было две березки потом их бобры укокошили а дальше были кусты которые скорее всего уже может когда-то спилили может они сами померли и в общем если по диагонали вот так вот за деревом то там мы в детстве жгли костры если кому-то вдруг вот интересно я могу не знает сканирована у меня или нет но если что сканирую скину фотографию подобных мест и вот тут принципе видно воду но ее конечно сравнительно меньше чем той же весной но и тут конечно еще наросло всякого поэтому может быть она и кажется как бы я совсем мало ей вроде как течь особо некуда она больше как стоит тогда-то он конкретно так журчал и вот здесь я думаю видно это и по ходу дела все таки ирисы которые там на пруду росли у нас в моем бывшем районе там я как бы родилась жила долгое время на механке там одном месте когда я ездила на велике в прошлом и в этом году заметила там были вот как раз такие же цветы так по пути вот потешки это туда идти конечно здесь напрямую не пройдешь но там через поле бывший огород наших напротив соседей есть такой небольшой батюшок а когда-то еще когда бабушка туда ездила к пчелам ходить то есть была в состоянии физическом что могла ходить пчелам с моей тетей или одна даже ходить проверять домики улья смысле и я как-то дошла и там был вот я сейчас только сейчас только вот все равно поняла что на самом деле тот страшный красивый цветок за которым я хотела пришла без фотика увидела хотела вернуться в фотоаппаратом объясняла вернулась объяснялась потом родственникам но мне не получилось туда прийти в общем-то страшный красивый цветок скорее всего был какой-нибудь ирис но и вот здесь вот но они желтые тут то был какой-то ближе к фиолетовому их тут довольно так прилично хотя по моему они маленькие видимо разных размеров бывают я хотела сюда просто подойти и попутно сфотографировать или заснять ну и сама посмотреть тоже почему-то у меня тут как бы сказал аленка второй раз ее вспоминаю снимая такой видос правда же другую камеру я тут наговорила на 4 минуты ну и вот у нас чуть заметная заросшая тропинка к огороду там дом наш возможно сквозь траву хотя вот мне в принципе чуть-чуть видно просто я может потому что знаю что там вот эти пятна светло-голубое и цвета морской волны светло это уль и вот там у нас оказывается внезапно 10 ульев я еще тогда удивилась что моя тетя говорила думала у нас только 7 ульев она что-то не типа много это лишний улей не буду и выделать роль ловить в мой последний раз когда я тут была вот на выходной меня брали смысле на один день помочь убраться и я так удивилась на думаю 8 ульев на что такое оказалось у нас на тот момент было 9 ульев и сейчас десятый 10 ульев у нас уже пять минут даже говорю ну там вот видно возможно видно не знаю как мониторе будет видно такой дом серенький видно это двор двор соседнего дома раньше там жил ну кто там раньше только не жил одно время когда маленький был там жил святой отец какой-то стародубов кажется фамилия у него было дофига детей как они там все ютились не представляю там что-то одиннадцать что ли детей было потом там жили родственники людей напротив и как насколько я знаю помню в общем прошлом году узнала что вот в нашем доме изначально жила мать и бабушка наверное уже соседей по той стороне у нас один дом есть и соседи которые напротив нашей родственников по той стороне через через так сказать дорожку вот так вот дом нас он как бы дранка не обстоит и он утеплялся соломой еще когда маленькая была мы только его купили дедушка бабушка объясняли но это не орехов на орешки все не наблюдается помню в прошлом году были или нет хотя может быть это не то дерево на котором они должны быть потому что у нас тут прям дофига этого орешника но не старше дофига но прилично вот кстати вид вот вот я кстати сорвала ну на самом деле это веточка и на ней несколько штук было вот они как-то так стояли я хотел сорвать сначала один получилось что в общем как-то мне вышло сразу три веточки отрабатывала вот они лапа у меня дружит ну я тут слегка как бы отдыхаю камера у меня только наклонена вообще как я сейчас поняла лапа у меня дрожит меньше ну сейчас может рискнула короче я своими двумя очками этой камерой не там как бы не совсем ясно где глубоко вот не очень в принципе там не особо было глубоко насколько я помню когда в апреле я брала воду прямо черпала ведерком ну вообще ковчичком то ну может по щиколотку вода была комар усиленно меня хочет укусить хотя вот на брюках у меня все еще держится купила средства от всяких насекомых но на остальное на коже он держится до 6 часов только я еще не прыскала в общем вон та сарайка это у нас раньше была дедушкина сарайка над ней кусочек двора и видно и крыша двора и уже крыша самой избы и вот тут у нас наши ульи вообще сегодня ночью был дождь учитывая что вчера было 28 градусов 32 градуса точнее в пинге 28 было к вечеру я думала глянуть махтучу растет махом покрывается я не знаю слышно или нет в камеру но у нас там где-то дальше на поле за прудом пасут коров которые вообще вот идут они потом как мраморное мясо не знаю как объяснить но если кому-то интересно можно просто загуглить куда-нибудь в поисковике просто почитать что это у нас уже несколько лет тут пасут коров периодически с одного места на другое сгоняя в зависимости от того когда они зажрут эту траву по кругу место своего выгуливания и слышно в принципе не слышно не знаю как камера уловит или нет тут у нас рябина одна рябина видать в прошлом году приморозилась она померла у нас также умерла яблоня от нее в прошлом году были яблоки но они как бы тоже такие слегка мертвенькие были местами там только под ней вот ветки молодые пошли потом в прошлом году еще заморозился мой любимый жасмин ну пошли молодые ветки я вчера старые слегка вот которые уже вот умерли немножко их пообломала то из-за них вообще было ветки эти молодые не про не проклятеть там у нас малина которая теперь как бы буквой т такой стоит потому что вот то что вот это вот пальцы показывают ее не было на прошлом году так вот начала появляться так как тут уже третье лето наверное ничего не сажаем конкретно так два лета ничего не сажаем позапрошлое лето тут моя тетя пыталась сажать кабачки но так как их надо все таки боевать тут и поливать а некоторые скажем так те кто периодически жалуются что у них якобы что-то утаскивают местные на самом деле нифига подобного сами промышляют именно таким скажем так в общем иногда такое бывает это я тут рискую здоровьем на самом деле нет потому что если у вас нет аллергии на укусы пчел или на мед вообще вот на это дело то это в принципе считается как бы полезное ну и я стою к спине домика улья просто вот решила немножко заснять вон там за деревом улей еще два вон там еще это уже 4 5 6 7 8 9 за этим не видно еще 10 где-то тоже затесался он как-то так спрятался я сама не сразу заметила когда вот читала ульи чем на тут туда идут практически все орешники с этой стороны тоже до угла орешник там или дуб или клен или оба месте и в основном все орешник и в основном все орешник сажал дедушка возможно с кем-то еще из родственников вон там конечно не видно скорее всего вам но вот это вот тот улей который в последний раз когда мы были не в апреле конечно уже в этом месте наверное когда я тут собирала траву родственники ходили к пчелам как раз вот тут я собирала траву и в силу плохого зрения не заметила что на одном кусте то ли яблоня то ли слива привелся рой ну темная такая треугольная тень внутри дерева и ладно оказался рой ну шумят пчелы и шумят причем я так подозреваю что он слетел еще до нашего приезда потому что когда слетает рой то вот прям такое облако пчел над домиками скружится да вон там такой треугольник возможно видите на дереве вот этот такой как бы сеточка такая это вот как раз в районе что если он может слететь и если ему захочется он туда полетит если вовремя заметить а если не захочется то сядет где-нибудь это на случай если пчеловодов рядом нет да если вы не заметили что вас тут родили вообще не здесь находитесь физически не рядом то он может как вот с нами тогда получилось в куст сесть теперь он в домике да вот этот домик еще один тут у нас пять зеленых ульев ну разного оттенка зелени раз два три четыре пять вот если так стоять то тот за деревом не видно а если по другому то не видно тот который вот за этими ульями пять зеленых еще два тоже разного оттенка зелени там вот такой ближе к белому еще два желтых покраску десять ну сегодня 18 градусов по крайней мере вот на градуснике было когда я смотрела мне интересно это мята или кто нет это не мята но пахнет непонятно чем хотя вот так вот грянуть с полуметра моего фигового зрения очень даже похоже да вон красная крыша как раз того дома которое до этого показывала видно было серенькое а вот теперь красная она по моему в этом году они покрыли этим ну может быть в прошлом потому что я осенью не приезжала и они только начинали крыть это у нас татары соседи по моему они ну где вот эти татары живут не из Казани но где-то там оттуда причем кто-то из то ли муж их дочери то ли как-то так он сам местный ну не совсем местный он то ли в прилуках у него родня то ли в новое насколько мне помню бабушка говорила сестра живет ведь остается даже без экипировки в халате в штанах пара длинных резиновых и свои шляпки антизолнечный цветы кстати по моему практически не пахнут камера у меня периодически мониторчиком засыпает хотя продолжает снимать в кастрюле в кастрюле в кастрюле в кастрюле в кастрюле в кастрюле какое-то животное в смысле насекомое не знаю его видно в камеру нет я потом может сегодня завтра ну на днях попробую может смонтировать хотя у меня на самом конфет всего лишь 30 гигов в кастрюле в кастрюле в кастрюле в кастрюле не хотела видеть винду и она периодически глючит на винде на линуксе нормально а другие два что-то у меня как-то или я извлеклась или не сложилось в общем там как бы геморно я не стала заморачиваться из-за пары сотен гигов может в следующий раз как-нибудь с этим сообразу там мне кажется растет береза вот та вот кверху судя по листикам в принципе можно подойти и узнаем совсем немножко тут полевой либо луговой герани и солнышко вышло тут когда-то была картошка у нас сажалась потом свёкла с луком наверное последний раз когда тут это сажали картошку я помню немножко начинала с пинга с указания рот полоть эту самую свёклу с луком ну учитывая что тут как раз лёд пчёл то вот или надо было рано утром рано утром не всегда получалось точнее практически не получалось или уже к вечеру а к вечеру иногда просто ну в силу некоторых плохих зрений любого видного я всё же я что-то там делала у нас кстати вон там калина но судя по обилию сухих ветвей возможно там что-то она надеюсь что она не совсем вся померла может она и так-то маленькая была в сравнении с тем что допустим у тёть Валевы Ескина Каринка которая стабильно болела наверное ещё при маме начала болеть может быть после мамы может быть в году в 2001 а когда я общалась с Женькой на Левом берегу очень много было Каринки в принципе я думаю что её и так-то много и без Женьки без нашего общения думаю может быть получится в этом году в это лето на велике туда доехать или за Каринкой или просто даже с камерой с этой а может быть и не берёза может быть просто какое-нибудь дерево с мелкими листиками хотя нет смотрите действительно берёза берёзка выросла все у нас у дома в полисаднике одно время была ёлочка ещё мама её как-то так культивировала ухаживала за ней ну а потом один из ближних родственников зачем-то её стрелил себе на Новый Год под поверьем что ёлку нельзя держать у деревянного дома хотя у нас у соседей бабушка которая жила изначально в этом доме пара ёлок и как-то они такие целичные не знаю вековые не вековые не помню сколько ёлки живут но довольно большие и никого это не смещает в чём иногда у нас как обычно бывает с ними сначала делают а потом думают причём делают на чужой территории и не задумываются что как-то это не очень хорошо тут у нас ещё орешник как я говорила внутри там вообще вот видно это вот орешник там ещё два каких-то даже три как бы по периметру огорода растения когда вот весна или осень ну уже такая как же там поздняя осень или ранняя весна вот приезжаешь снега нет но листики уже как бы наросли вырастают да и видно можно понять что там такое за деревьями что за деревья точнее и раньше в принципе дедушка косил вот так вот бабушка иногда вот здесь и там вот косили сено отдавали его родственникам потому что у них была корова и овцы и вот здесь вот такая была вот тропинка вот уже за огородом мы вон там через нашу усадьбу наискосок на пруд ходили соседи напротив за водой но потом получилось так что некий меценат или кто-то там короче богатый человек состоятельный выдал им несколько поросёнков вырвал пруд напротив нашего огорода ну напротив скорее нашего огорода через дорогу там в принципе были такие бочишки и просто я думаю не на пустом месте этот пруд образовался потому что рядом тоже богатый и в общем они качали воду для своих поросят как раз вот из этого то бишь он как бы спонсировал их еду или чем-то там финансами чтобы они могли вырастить поросят а потом уже вот за монетку забирал у них этих поросят себе как-то так уж пошло там производство не прошло я не в курсе но что вот то и когда у них появился вот этот пруд возможность брать там воду они перестали ходить к нам по-моему они еще раньше как-то перестали ходить к нам но не знаю когда это вот случилось так что они стали брать воду в другом месте здесь только что было такое как бы большая муха или что-то такое а вот она нет по-моему даже может быть пчела ну и с ним здоровьем она улетела тут есть эти земляные пчелки и шмели но они в основном в палисанике живут земляные пчелки они такие как шмели только меньше тоже мохнатенькие такие в каком-то году родственники скажем так детья меняли тут огород у нас потому что раньше чуть-чуть по-другому было то бишь эти колышки заделывали и там у нас теперь сетка раньше такие столбики были ну стабильный такой заборчик вот 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 не огород а заборчик вот 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 у нас тут желтые судя по всему не знаю заметила камера или нет там лягушка скорее всего пробежала раскакала тут клеточки у нас желтенькие и тень от меня и тень от меня лапши вот наш каринка даже одна язодка более-менее темная скоро созреет думаю можно ее затестить уже даже сладенькая я надеюсь что она теперь болеть не будет в связи даже с тем хотя бы что с Женькой мы не сошли в интересах и на левый берег не так просто не изгонять ну думаю в принципе это так-то можно просто так как раз изгонять ну вот если бы я на нее наотнося вот когда некоторые люди со мной не очень хорошо поступают я то почти знаю как с ними общаться просто эти скажем так хотя каждый раз когда думаешь что не знаешь как реагировать как-то все само по собой происходит или тебя игнорят показательно или ты просто не видишь в силу плохого зрения кстати люди которые меня игнорят потому что допустим все время со мной общались и каким-либо образом меня подставили типа того они почему-то всегда так показательно игнорят ну вот если бы они меня просто проигнорили в силу как бы ну человек не видит или не знает без каких-либо жестов было бы лучше когда начинают показательно игнорить я сразу замечаю что человек как-то сразу начинает расти и он меня знает и я сейчас даже узнаю у этого человека визуально хотя может быть у этих людей как бы именно срабатывает тот принцип что вот я тебе показательно игнорю заметь меня узнай я тебя вот не узнаю может быть еще и так срабатывает я не знаю как не будучи подобными людьми сложно понять какие-то вот подобные моменты общения вот мы подходим к манине то есть я с камерой Николай второй и все же мне кажется что калинка перестала болеть может быть дух леса до нее снизошел или я своей положительной энергией ее так сказать оживила но с калиной у нас тут проблемы вот видите листья у нее пожранные чем-то подобным болеют и жрет вот кто-то не знаю что за мерзкое животное биологическое у тети Вали второй раз уже за мое с ней общение в разные года такое было вот в каком-то году и в этом красную смородину листья хотя вот в тот раз тогда не было в нее ни ягод ничего а тут ягоды есть ну наживают видно что была зрелая большая ягода красной смородины а листья именно вот так же пошлины практически один в один это у нас калина в прошлом году на калине было мало ягод очень но не было времени как-то еще погода была и я не смогла сходить к бывшему гороховскому дому там раньше был дом гороховых когда я маленькая была когда только-только тут купили дом я общалась с девочкой Наташей с мамой туда приходила там жила бабушка мама и дочка не знаю на лето наверное дочка приезжала а зимой наверное жила только бабушка не знаю или они просто дачниками уже были в конец потом моя сестра с подружкой там организовала своего рода клуб Манхэттен Манхэттен экспресс скажем так тоже в детстве еще но у них был сад и вот там осталась калина то ли самотеп то ли действительно их калина скажем так ну каринки вот довольно прилично еще сам момент что если тут допустим конечно будут какие-нибудь воробьи птички вообще тогда да хоть она болеет хоть не болеет ничего не спасет Каринку ну и ягод нам не достанется ну а если все же воробьев не будет то может нам и повезет хотя она по-моему в августе обычно должна созревать вот что-то сейчас в этот раз она как-то рановаться слегка а может так и надо да вот на карине я что-то ничего не вижу помимо кучи сухих веток да вот она видимо померзла может быть в прошлом году померзла наверное в прошлом году померзла потому что то что случилось в прошлом году с нашим как он там с мином вот в этом году он именно так вот и сделал как вот и сейчас скалина жалко очень конечно но ничего не сделаешь ну вот мы будем надеяться что она отойдет все же потом со временем потому что за смену на этом году не цвел судя по всему по отсутствию всяких либо намеков ну вот это у нас малина она вот так вот пошла вот здесь такой буквой т как говорит моя тетя за ней надо ухаживать а так как было некому то она вот здесь пошла в прошлом году не помню будет вроде было несколько ягод но бутончики маленькие я думаю что будут надеюсь и мне хватит ну и у нас тут растет полынь горько у меня батарея начинает уже скоро разрежаться я тут наговорила на двадцать две минуты аж у нас еще малина вон растет если видите по домику по сарайке пчелиной бывшей дедушкиной мастерской дедушка кстати делал в свое время когда мы купили в восемьдесят седьмом году дом летом восемьдесят седьмого он тут переделал вместе с отцом двор и бабушка с мамой тоже были и мы вот там на том краю я помню бабушка на костре делала мне оладушки в виде гусей и мамы что то такое тоже тут была здесь вот то что доска это дверь такая это бывший душ но из-за некоторых моментов в общем мы его несколько лет не делали соответственно там все вот заросло уже как то подломалось и он уже не душ а так туда ставилась такая вот ванна не ванна такой короче можно сказать контейнер и туда наливалась вода по лесенке из шланга или из ведра сейчас у нас шланг короткий довольно такие такие и вот он вот где стоит эта водейка большущая кастюля там вот их набирается теперь вода но в принципе жить можно когда тепло или даже вот даже пусть дозик но не слишком холодно по идее то надо как говорила родня поднимать дом ну вообще основная проблема надо законопатить дырку в крыш потому что когда зимой сбивал снег родственник лопаты то он по ошибке видимо проломил это уже несколько лет как у нас такая проблема ну и печку в свое время надо было конечно замазать но как то всем не с руки было кто не знал кто никак как то не получалось а сейчас уже ее надо наверное уже разбирать и делать чуть меньше все равно в доме никто не живет зимой раньше в доме в избе хранили зимой пули с пчелами теперь их уже на двор ставим ну как бы я говорю что ставим на самом деле я в этом не принимаю участие обычно то бирают кто-то из родственников мужеского пола у нас вон там птицов на растет по-моему елочка это я не путаю моя тетя скорее всего сажала потому что ну может быть сами выросли вон там вот елочка по-моему или две елочки или сосна или две сосные елочка ну потом заряжу фотоаппарат и или на этот на эту камеру или на тот запишу вообще вот такое вот видео может быть к нему будет продолжение посему не прощаюсь пудоискина еще у меня сегодня дикая дорожная ромка и тут следы коров откуда они вообще тут или за шадей или еще кого-то что-то жирно корову может кто-то жирно корову вас годами финально все подряд и на свои хобби ни хрена не оставалось времени то дурная привычка остается как бы с вами даже если эти люди в той или иной мере отвалились вот сегодня меня таки спас клин ну желание куда-нибудь а вон эти коровы наверно не видно далеко они все же не отпало а почему-то охота вне каус где ни разу не была вообще в какой-нибудь городе Ярославской области все время хотела объездить все города или почти все в которых не была в нашей области ну как-то вот пока не сложилось Нескем 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 когда-то с подругой собирались в Володу написала ей на этот счет смс-ку но она вроде сегодня работает видела смс-ку может еще по какой причине не отвечает мало ли хорошо хоть согласилась сходить налево и пошляться вроде как договорились на понедельник кстати вот я подхожу к этому пруду но на самом деле это не пруд это типа речка здесь уже стало меньше этих желтых цветочков которые в нашем ручейке благо что все от одной потешки одна потешка не видно а камере как-то не очень даже моя тень немножко выпила обратно пойдешь во много куда попадешь прямо пойдешь прямо пойдешь в Ецкино попадешь а если прямо и налево то в Локсеино там правда уже никого нет возможно осталось еще эти полтора дома но у них тоже уже давно никто не живет и как тут младшая бабушка младшая сестра моей бабушки родная сказала выяснилось что по ходу дела товарищи Улановы про которых Китваль постоянно периодически говорит в случае постоянно периодически так и есть племянники бабульки с которой общалась близко младшая Балкина сестра и это младшая бабулька с которой общалась младшая бабушкина сестра как-то фамилия Загрязкина у нее не знаю как зовут может она ее говорила как-то по имени я не запомнила в следующий раз при встрече постараюсь разузнать короче она двоюродная тетка бабушкиного отца и младшей бабушкиной сестры тоже вот такая вот она в кавычках углищицкая как говорит моя подружка Машка большая родня большие умные семьи она говорит обычно ну учитывая что прадедушка родился в Питере хотя его родители говорила бабушка не из Питера забыла откуда где-то наверное записано я даже как-то на диктофон писала в деревне когда она лежала в диване она очень не хотела чтобы я записывала за ней я просто включила диктофон когда она поняла что я пишу но она как-то я немножко поругалась потому что согласилась что это типа как бы важно важная информация о родственниках где-то у меня оно записано или в аудио формате или в бумажном виде ручкой я не знаю какая то есть лица эта камера видно ли тут натянута вообще эта проволока не знаю насчет колючей но по ней идет мелкий ток когда коровы когда коровы за неимением пастуха электрический или электронный пастух как-то так называется как-то так как-то так к ней подходят думая кому низится то их обьет этим током но они соответственно как бы равносильно как если тут пастух шарахнул идут обратно шумит машина что-то есть шумит машина